Субтитры делал DimaTorzok 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 Господи, Тебе за все хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Сегодняшнее чтение. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. Читаем с 27 по 36. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Толкование блаженного Феофиларта Болгарского Апостолы имели быть посланы на проповедь, и потому ожидали себе многих гонителей и наведников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Поэтому-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно, будет ли кто обижать их или неправедно злоумышлять против них. Так и сам он поступил на кресте, говоря, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». От Луки 23.34 Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь любить врагов невозможна, он говорит, «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим. И будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны и непамятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли врожденный закон в сердцах наших написанный? Так и Господь сказал, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Иеремия 31.33 Потом предлагает им и другое побуждение. Именно, если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ неблагодарным и злым. Итак, чего вы желаете? Грешникам ли быть подобными или Богу? Потом убеждает и кончиной, и наградой. Ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу. Комментарий Игнатия Игнатьевича Лапкина. Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу нигде не сказал, совершай богослужение, и обязательно каждый день по четыре часа, и чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова и ни полслова. Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Деяние 18.9 Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, говори и не умолкай. Мысленно вообразим, что апостол Павел вернулся в наше время. Или мы оказались в его миссионерском путешествии. Подчинились бы моему, его ритму жизни, или сразу на него сделали донос и сковали бы на него литургические вериги, и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Каринфе и Реопаге, освещать воду в Тибре для всех римлян и делать все, что делают сегодняшние пастыри. Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста, то как бы мы обратились к Богу, если бы не было его посланий, если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Богу нашему слава! Так, давайте первым делом дадим слово нашим приезжим братьям. Мы по ним соскучились, и брату есть что сказать. Игнатий Тихонович. Я очень хотел, чтобы кто там в коридоре зашли, но сказал, что не зашли. Но я все-таки вышел, вот видите, одну скамейку заняли. Так, я попрошу прочитать вслух вот эту бумагу. Начиная сверху, четко и ясно. Акт о приеме в АКУНБ Алтайская Крывая Государственная Библиотека имени Шишкова на основании закона об обязательном экземпляре документов Алтайского края. Обязательно. Номер от 03-12-2008 10 октября 2023 год Составлен настоящий акт о том, что И.Т. Лапкин передал в библиотеку имени Шишкова местный обязательный экземпляр. Местный обязательный? Уже никто не спрашивает. Подарок. Список документов. Описание документов. Первое. На ваших глазах я как раз распечатаю и показываю эти документы с ножом. А вы пока считайте. Первое. И.Т. Лапкин. Проповеди в стихах. Барнаул 20-23. Том 1. Количество. 1. Том 2. 1. Том 3. 1. Том 4. 1. Подумок зампляра 4 тома. Сейчас я как раз это делаю. Мог бы я приготовиться, но мне хотелось именно, чтобы запомнили, чтобы подделки никакой нет. Вот как она из типографии поступила, так и... Это обувь. Тупая сторона. Внимание. Распечатываем. Это два экземпляра. Повторяю. Подобного не было никогда, ни в одной стране, никогда. Сколько земля существует. Проповедь в стихах. Вот я говорил сегодня, которое... Слово Божие. Заходи, брат. Важно. Смотрите. Том 1. Как он выглядит? Каждая книга 880 страниц с чем-то. Дальше. Подождите. Отдельно. Возьми, возьми, возьми. Смотри. Вот посмотрите как. И везде все разное. Номинированное. И 96 страниц фотографий цветных. 96. Плюс к тому, что есть. Здесь стихотворение. Эпиграф из Библии. 9 куплетов. Где не откроешь. Везде одинаково. Это все, что вышло за 9 лет у меня. Сказать как, что. Спрашивал я, выступал, когда читал стихи в литературном институте в Москве. Я в Ашане вел. Там подумал стихотворение читать. А у меня дорогой написалось, и 4 стихотворения. И его просили, чтобы... Он говорит, вот такое впечатление у нас, говорит. Что будто бы ворвался какой-то ветер. Все форточки, двери открыл. Вот так. Это первый том. Это тоже смысл. Большой в этом заложен. Второй. Синий свет. Точно так же страницы. Так же ламинированное, но все другое. Здесь какие-то пропады в стихах. Здесь тоже написано пропады в стихах. Какой том? Вверху второй. Почему? Плаг. Человек родился в крови, как плаг. Борьба за жизнь. Кровь. А это думайте о небе, как плаг. О небе. Третье. Раз ты обратился к Богу, плоды твои должны быть. Это зеленые, везде говорится. Смоковница светет. Точно так же. Это 3398 стихотворений. Тысяч. 3398 проповедей. Литературной библиотеки, там где не было ничего. И последнее. Вот как его происхождение какое было. Вот это вот, когда мы уже сделали. Советы какие шли. Первый, второй, третий том. Ну, выбрали. Мы договорились, какие корочки, какие, какого цвета, что на них должно быть. Тут я с голубями. Тут это информационное агентство России приехало, сфотографировало. Это одна из центральных таких газет у других сведений. Российская. Последнее никак не можем найти. Тогда сказали, ну, кто-то фотографировать должен. И вот, дорогая сестра Надежда, у кого-то хороший телефон я понял, так, может быть, неправильно, поправьте. И она тут все фотографировала меня. И на фоне книг, и рубашку-то другую надену, и на улицы вышли. И Сергей собаку привез, мы же с ней ездили. Больше 100, наверное, слышите, да? 160 или 170 фотографий. Представьте. И сейчас, смотри, пошел, она дала мне, скачала, я сразу посмотрел, не подходит. А тут наши приехали в Барнаул из Потеряевки. И мы миссионерские поездки совершили. Из Барнаула до Владивостока, Тихий океан, собака искупалась там. И дошли до Атлантического океана, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, север Турции. И эта наша газель заехала. Я подошел вот так вот, она прям до земли. Сестра Надежда вот так вот чакнула. Я сказал, это она, вот она теперь и есть. Спаси Христос. Как она могла нащупать? Я даже и не думал, что это будет. Эти, рубашку пасхальную надел. Четвертый том. И вот теперь что? Стоимость ее. Сказать, а бы как, это ничего не сказать. Все страшно дорогое. Почему? Бумажные комбинаты ликвидировали. А главное-то было у Байкала. Все Китай перенял. Миллион руку по метрам древесины везут. Теперь диктуют разные цены. Значит, бумага не газетная, а в сетной. Видите какая? Белая бумага. Это высшего сорта у них больше нет. А фотографии, это мелованная бумага. Особая такая бумага, где-то тут, не сразу. Вот маленько открыть. Вот даже посмотрите, какая она. Какие фотографии. В каждом 96 страниц. И вот стоимость какая. А тут Новый Завет еще я им дал. Дальше-то считаете. Да, пятый пункт. Новый Завет с толкованием. Город Можайск, 2023. Можайский. Оттуда привезти, чтобы эти книги издали. Только за доставку. 220 тысяч. Тысяч. При моей пенсии там 12 тысяч. Книга первая, книга вторая, книга третья. Вот она где. Вот в таком виде они у нас поступают. Я уже тут в прошлый раз дарил. Тут я говорю, кто-то там где-то, как-то молодые сгодится. Так. Вот это у нас, чтобы знать. 5500. Вот она где. Вот эти 4 тома вместе. 8800. Одинаковая стоимость. Потому что книг больше здесь. Теперь по этим книгам. В первую очередь здесь. Мои книги находятся в 650 библиотек мира. Вот эти книги все. Мы проехали и все отдавали. В Москве они в библиотеке Ленина, в парламентской и в исторической. Теперь я туда посылаю эти книги опять. И нашелся наш человек, который, ну, как только наш груз дойдет туда, вот отправили, там уже отдадут. Вот первые 13 книг у меня эти уже бесплатно разошлись. А один тут какой-то сильно уважительный. Заплатил сразу, но попросил автограф. И ждали, когда я вернусь, расписался. Вот какие такие этюды приходится писать. Так. Приобрести никто не хочет? Бедный народ. Бедный. Хотим. Да, да, дальше. Второе. Я кому-то хотел бы поручить, вот так вот. Кто хотел бы знать стихи, просчитать. Это я сейчас бы четырем один том, четыре тома подарю на четырех человек. Поставлю старшего. Старше будет вот сестра Елена. И когда все просчитаете, все книги вернутся к ней. Она будет хозяйкой. А пока, кто хотел бы считать и вернуть, она своей рукой подаст. Сестра, распорядись. В общем, она пишет стихи. Я все это учил. Ну, скажите, кто хотел бы посчитать. Не запачкать ничего. Заверни там, как надо. Потому что это... Ты записывай, кому какой-то... Не, они просто ценные. Они единственные в мире. А всего 500 рецептеров тиражных. Тираж самый маленький. И... Так, надо себе оставить. Себе оставила. Да, горячка. Так, договорись сколько. Через два месяца на обмен. Постарайся прочитать. Два месяца. Кроме того, примерно 80 теперь с лишним стихотворения, положенные на музыку, исполняются в интернете. Хотели бы выслушать хоть одно стихотворение? Конечно. Автор прочитает. Нет. Много сегодня трясут святая Русь, святая Русь. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Все подгребли в самом тайгу и югу и расплодили нехристи и воров. То хуже нас сокровища земные Транжерин сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Не надо. Ну, можно потом все это показать. Кто хуже нас сокровища земные Транжерин сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделения Зависть облизываясь смотрит миллиард Без мусульманский мир. Добровольцев набирает сколько. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренное нам Не Русь в цветах, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы и химеры. Оно положено, поется. Вот это одно стихотворение. Дальше концовку прочитали. И тут печать синяя. Согласно прилагаемому списку документы Сдал подпись Лапкин, Принял подпись Мозглякова С.А. Вот она пришла, кстати, к столу, Тут все ей подарили. И расшифровка АКУМБ Это Алтайская краевая универсальная Научная библиотека имени Шишкова. Вот так. Милостью Божией. Кто слышал это, кто раньше, Спрашивает, как столько стихотворений, Написать это немыслимо. Это невозможно. Я не могу ответить, кроме того, что есть. Во время молитвы утренней У меня как бы строка проплывает. Я ее четко не вижу, а вижу. Просто умом. У меня тут лежат карандаши, ручки, бумагу. Я сразу записываю. А грибацкая шкуна с волнами боролась. На молитвы такие слова не приходят. Я не знал эти слова. Теперь, когда кончилась молитва, А бывает, молитва не кончилась, Опять строка. Я пишу, это два стихотворения будут написаны. Меня попросили сохранить черновики. Из экономии я писал карандашом. 36 строчек, они занимают как раз все место. И вот сколько сохранилось. Ну, я не знаю, сколько тысяч этих листов. Это семь пащек по пятьсот страниц, Которые печатают где-то. И ни одной по марке нету. Как будто с чистого листа пишется. То есть это, ну, любому понятно, Что это так не бывает. Я никакой не палет, не писатель. Но вот Господь берет негодно и говорит. И вот как что-то есть. Сохранились. Я могу показать. Я даже в интернет показал, как. Как это может быть? Ни на один вопрос я ответить не могу. И вот это было 11, нет, 12, 10. 10 ноября 2012 года я сказал, больше не пишу. Положил ручку, больше ни одного стихотворения. Сколько раз рука поднималась, Я сказал, Господи, прости меня, у меня другие дела уже. Неоднократно попытки были, Прямо на определенные темы. Это все темы разные. Вот о чем бы ты ни говорил, Но это тысячи. И тут еще примерно 70 стихотворений не вошли. Оказались они там в письмах. К людям я писал в стихотворной форме. Поэтому поблагодарите Бога, когда будете считать. Дойдете не сразу. Я ссылаюсь на брата Игоря Владимировича. Он когда считает, и то не сразу говорит. Я другой раз считаю, Думаю, о чем же тут говорится-то. Когда дальше смотрю, ой-ой. А когда последнее просчитал, Один человек говорит, да ты нахал. Ты это как мог написать? В просьбе это нельзя написать. А здесь написано, Называется экстраполяция событий, И перенес из там тысячи лет назад К сегодняшним дням. И поворачивает конкретно к тебе. Можно даже по специальности. Вот что я хотел сказать. Вернулись мы благополучно. По важному делу. Сказали, что дом наш наклоняется. Сгнилое основание. И поэтому нужно срочно что-то делать. Фундамента-то нет. Дома-то дали. Это хоть какой-то фундамент. А там никакого не было. А квартиран-то я пустил. Я пришел, они через край, вода тищет туда. Все это сгнило там. Да и весной тут наклон такой. Ну посмотрели, ничего не сделать. Не сделать. Там большая работа. Надо асфальт долбить. Нужно хотя бы минимум два домкрата по 30 тонн. Эту стену надо же выправить. Эту специалисты должны быть. Я считал, что Пальгоин Николай Валентинович будет. Но он с женой там. Не выездной, как говорят. Мы осмотрели, но пока не... Сказали, зайдем и будем жить. Господь пока милует. Но уже весной, когда... А потом, если бетон, то ему бетону полную набрать крепость 14 дней требуется. А какие дни-то уже? Вот она. А при холоде он теряет все свойства. Одна жижа будет. Конечно, надо дождаться весны. Я прошу вот это взять во внимание. Помолиться. Ответить. И второе, не менее важное. Я обо всем этом говорю. Каждый раз как бы прощаюсь с вами. Вот сколько лет уже уезжаю из потеряки. Наверное, последняя проповедь. А Господь еще позволил еще раз встретиться. Помолиться, чтобы обидженных не было. И самому ни на кого обиду не держать. Поэтому сегодня у вас сколько есть, вы скажите мне, что вы имеете обиду какую-то, чтобы я мог рассчитать и заплатить, и прочее. Чтобы не за глаза это было. Вот я скажу, что вот у меня книгами вот все Галина Николаевна занималась. Сейчас все перешло к сестре Елене. Она отправляет, она на машине ездит. У нее это дело большое дело. Так, когда я уезжал весной, какой я наказ вам давал? Даже не вспомнили меня. А я наказ один не давал. Ничего не меняйте без меня. Не меняйте. Что нужно? Позвоните мне. Никто не звонил, и я думал, что все так и есть. А когда увидел, что не все так и есть, а что-то переменили, я стал спрашивать, а батюшка благословил? Он не может здесь благословлять. Вот его алтарь. А эта территория моя. По всем документам моя. Я за нее заплатил тюрьмой. Заплатил конфискацией имущества. Что у меня было? Не по тряпкам, а по книгам, по всему. Я у него там прихожу, нигде травинки не вырву. А батюшка благословил. Как он благословил? Ну самое простое, но нетрудно было позвонить. Я сильно удивился, что нет стола. А на том столе, который там под березой, мы же проводили занятия, все было. Оказывается, там сгнило. Его надо заново построить. Как-то собраться. Дом, говорю, стол поставить. Ну а скамейка была убрали. Которая скамейка была в плоту, и здесь тоже убрали. Почему? Это не все. Вот у меня лежат книги. Вот этот порядок, я сказал, не трогать, прихожу, уже все перемешано. А все, видно, человек любит красоту и сделал, чтобы ровное было. Ровное не может быть. Одни книги раньше посылались, а потом только комплектом. И отсюда вывод, вот она, подписано, это хорошо, но в одну пачку натолкали из трех томов разные. Я должен вот заново все разворачивать, убирать. Я уж не буду говорить, кто это делал, кое-как узнал. Думал на другого человека. Не надо это делать. Не надо. Я знаю, быть добрые, хорошие. Ну, мне трудно брать тогда, где что-то найти. Сестра, как вот, они там, какое, нечетное, внизу идет черное. Очень легко искать. А это надо каждый раз, это 38 книг, а теперь-то не 38, а 42. Вы меня слышите, что я говорю? Не надо командовать, или как сказать. Один раз было так. Батюшка сказал, сказал, что, ты вот, тут трава растет, покосили, я не люблю вот эту жужжалку, которая косит. Человек приехал, у меня закрыто, но он любит батюшку, а я ни при чем. А у меня там, в том конце, растет мелкая крапива, которой я питаюсь, мне зелень нужна. Там до дуванчик. Я мелко рублю его, а потом толку его, и сырой, суп, где? Мне необходимо, моим болячкам, которые были, ну, по милости Божьей, сестра мой диетолог, она назначает, я их, когда можно, даже арбузы, то за час до еды, или за час после еды. Я стараюсь точно выполнить. Вот я сказал, 6 болезней, не 6, а 7, и 2 с летальным исходом. И практически на сегодняшний день все ушли. Ну, не считая в коленях где. А почему? Я каждый день занимаюсь гимнастикой, из интернета выбрал все, чтоб только было как. Рядом врач живет. Она не было здесь, готовила, приносила, сводила меня по диагностическим центрам. Я ни одной таблетки не съел, ни одного укола не принял. Усчитывая, что. А что, я благодарен сестре Елене, вот она сидит, Александровна. И она покупала капусту. У нас сегодня капуста. Молодечная рыбачья рыба, замороженая в виде карась. Кому надо? Бесплатно. Кому надо? Притом дадим уже в кулечки, сложенные, все. Бесплатно, повторяю. Второе, молодец, что у нас еще есть? Ну, мы уже раздаем почти. Помидоры там. Кабачки есть. Что он говорит? Кабачки есть. Вот. Кому надо, к нему подойдите. Он хозяин. Он садил в огороде. Нынче не совсем удачно по арбузам. Что-то с погодой, видать, было. Но все равно, мне оно полезно. Когда я арбуз беру, у меня все ощущается. У меня с почками не ладно. Я уж не говорю про колени, про другого. Отмож пушки до головы. Черни какие, к свящим, вот так опоясали. И сколько тут помогали. Я очень благодарен сестре Львов Николаевна. Виктор Николаевич принес такой электрический, который жужжит, прикладывается. Я два раза сделал, я говорю, это не надо делать. Почему? У меня электрический ток там уменьшается. я чувствую, не надо. А что надо делать? Я каждый день, каждый день, пешком хожу на мост. Под мостом молюсь, чтобы не было тех, которые взрывают. Об этом написал в ПСБ, там другие пришли ответы оттуда. Поблагодарили. Они считают, что хорошо охраняется. Я говорю, крымский неукор... Я примерно, если я бы был террористом, я 11 мест нашел сверху. Специально сделал такой прибор, распускаю его. Сколько до воды? Как подняться? Взорвал бы мост в 11 местах. Я им все это написал. Они поблагодарили и сказали, ну, у нас там ходят, которые люди там смотрят вооруженность. Я того ни разу не видел. А я хожу каждый день. И там неприметно делаю пометки. А проходя мимо, там памятная доска в Баварине, площадь его. Я останавливаюсь, где доска, и написано, что... И там такая, не знаю, что сказать, ваза. И такой, избрали где-то. Я стою и молюсь, а там рядом автобусная остановка. Я молюсь, Господи, помилуй раба твоего. Написано, кто вам подаст там в чашу холодной воды, не потеряет награды. Мы благодаря ему здесь находимся. Господи, он нам так много сделал. Я туда иду, я обратно останавливаюсь и молюсь о нем. Помилуй раба твоего, Владимир. А люди стоят и смотрят. Что молитесь? Доброго человека. Вы забыли о нем. Я спросил корреспондентов. Да он умер. Умер. Нет, он живой. Но где он находится, я не знаю. Вы почитайте, которая от него пришла. Бумага на стене висит вон там. Как я рад, что у вас будут проходить собрания, молитвы. Где-то. Когда вначале здесь мой алтарь строить, он несколько раз приезжал. Для нас была это большая печаль. У меня близкий знакомый был прокурор краев, Парасхун Юрий Федорович. Я на следующий день, когда пришел, он говорит, что же он сделал. На нем так много висело. Мы вместе поскорбили. И все забыли? Не забыли. Я каждый день молюсь о нем. И сегодня, даже в воскресенье, после занятия, стараюсь пойти и помолиться там. Господи, помилуй его. Что делал? Он не только с чашу подал воды холодной. Он дал нам, где мы можем собираться и молиться. О Владимире Николаевиче Баварине я молюсь легко. И бывает о ком-то молиться, вот об Осипове, о Дворкине. Молить он и живых не идет. Я пытаюсь, стою, как будто их никогда не было. А здесь я прихожу, молюсь и слезы на глазах. Мы оказались одногодки с ним. В 1939 год родились. Оно 20 лет уже прошло. В третьем году он ушел из жизни. Вот прошу прощения. Во-вторых, вот я по книгам показал, как нас Бог благословил. Выехали мы живые по милости нашего любящего Бога. Я не знал. Можно я погромче? Можно я скажу чуть-чуть прерву вас? А ты знаешь, что мне инвалидность присвоили? Да. Да. А вот Николаевна говорила. Ну это благодаря Николаевне. Мы планировали в 10 выход, чтобы засветло вернуться. Мы в поездку уезжаем. Помолитесь, пожалуйста. Кто? Константин уже? Мы, мы с Константином. А мы всегда молились о нем. Не, мы сейчас уезжаем, мы уже планировали в 10 выход, чтобы успеть, но уже ох, это господи. Так, скажи, Константину, позоволься, чтобы где-то сложить из как-нибудь стол построить такой же ширины и скамейки. Как было? На следующий год. Не сейчас, не в зиму, на следующий год. Все, договорились. Ну эти-то нормальные скамейки? Крем? Не, нормально. Скамейки мне не нравятся. Они еще не положили. А так всегда на их ложили, на державасильной выйдет. Дети играли. Сделать стол, как еще. Сидеть на них, сидеть. Сидеть хорошо. Ну, там хорошо было. Вот. Спасибо. Вот все. Все. Простите меня. Я прошу. Простим, Игнатия Тихоновича, задал такую тему. Вот, вот, Гентия Тихоновича. Простите. Бог, меня не лово. Бог, прощай. Игнатия Тихонович, вот тут, на Ленинском проспекте, напротив Никольского храма, есть прекрасная библиотека Владимира Башунова. Ничего не там никому. 500 экземпляров. Уже 13. Ушло без копейки. Без копейки. Кому подарил. 13. А их 500 всего. А плащу-то я. Сбора-то никакого не было. Поэтому, хочешь не хочешь, все выкуплено. Сейчас издается кисту православия. 440 страниц. Теперь будет 880. Сколько работ проводили, сколько нашли. Нашли, еще раньше не было написано. И уже типографии, она пролежала там месяц. Уже тамошний человек, который знает, ходил к ним. И уже корочки готовят. Геннадий, еще издадим. Дарите. Еще издадим. Эту книгу не издать 4. Кто может дать? Ну, дерь на себя. Я скажу, что она не уникальная, эти книги 4. Они просто единственные. Их никогда не было. Тут много есть такого. Открываешь? И сколько строчек? Дай-ка первую. И вот посмотрите. Сейчас. Я открою, чтобы видно было. Вот смотрите. 36 строчек. И напротив каждого места из Библии глава стиха откуда взяты мысль. И таких очень много было. Я раньше делал, а потом я уже не снимаю. Вот она. Два стихотворения. 72 раза надо открыть Библию. А вы на память приводили или в компьютерском? Нет. Как на память? Мне знаю. Вот эти места. Это совершенно разное. Нет. Места вот эти. Ну, я теперь уже не могу сказать. Она спрашивает, вы когда назначили? Нет. Сначала пишется то, что я вижу. Потом я так... Вот эти все стихи я рукой писал, а потом перепечатал в интернет-нерсию. Я не знаю, кто помогал мне. Сергей Павлович, кажется, сколько-то было. Ну, это же... Ну, сами видите. Я решил узнать, сколько здесь знаков. Вот знаки. Вот буква-знак. Видите, вот митрополит Сергий. Видите, какие фотографии отличные. Знаков. Знак это и буква, и цифры, и запятая. Я посмотрел, сколько говорят, сколько в стихах такого-то поэта. 32 поэта взял. Ну, мне кажется, там не все взято. Больше всего 500 лет тысячи, кажется, у Пушкина и у Лысоцкого Владимира Семеновича. Там тоже 500 с чем-то. Вместе 32 у них получилось 4, кажется, миллиона 300 тысяч. У меня вот в этих 4-х 4 миллиона 500 тысяч. Вот сколько это рукой писать эти знаки? Миллионы. И Бог дал силу. И поэтому своим я ничего не знаю. Это настолько выше моего уровня, даже считать не надо. У меня ни таланта на этого никогда не было. А вот написано и при том не просто написано. Тут случай на днях был, еще попутно скажу. Кто-то услышал в Санкт-Петербурге, сообщили другим. И один человек, Ягудаев Владимир, и они долго просились и приехали сюда. И они были в каком был? В прошлом году? Позапрошлом. Позапрошлом, наверное. Ну, они были, записали и он выставил. Снимали они, снимали все. А теперь у него родился сын. Он говорит, я вашу счастье назвал его Игнатием. И прислали с медицинского рождения и там обычно нации нету. А сегодня Верит такой, отец имеет право ребенку с медицинского рождения записать и он написал еврей. Представь, это настолько странно было вообще. И вот он теперь просится обратно приехать. Теперь у меня аппаратура намного лучше. Путь праведности кажется, он назвал тот вам. Ну, как попасть к вам? В какое время? Я говорю, двери вам открыты. Он говорит, вот вы меня как аппарат, я обязательно приеду. Звать его Владимир. Ростом он примерно вот такой. Я рядом с ним стою. Они вдвоем приезжали. Мы смотрели. Видела? Да, да. Два раза смотрела. Все. Так, распорядилась? Да, да. Записала. Да, да. Так, а где вторая? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Ага, ну-ка соберите один, четыре тома. Все, все, все. Все, остальное ваше. Это Лена. Там Лена распоряжается, это ваше. Да, да, мое. Игнатий Тихонович, я так понял, что вы спросили обиды, чтобы вам высказывали, на вас, да. Ну, а то, что вы нам хотели сказать, вы в этих четырех томах уже в стихах написали все. Все семь спиртных грехов, они все относятся к нам. И каждый из нас должен считать и получать по заслугам то, что заслужили. Теперь про этот мост бедный, который, Игнатий Тихонович, молится. Он молится не напрасно. Когда молится, нужно вот так вот к небу поднимать глаза. Сейчас у нас весь Барнаул, если вы не знаете, весь в летательных аппаратах мочен. Понятно? Все основные объекты по несколько летательных дронов висят, и вы думаете, что это звездочки. Как говорится, это не звездочки, это летательные. Слышали, о чем я говорю? Игнатий Тихонович, летательные дроны, смотри. Ночью поднимаются дроны во всех районах города Барнаула дроны поднимаются. Ну, а там, которые рядом, то есть, сколько уже взрывов-то было? Игнатий Тихонович, вы как, ну, я понял, вы очень политизированный человек. Я вам говорю, вот то, что вы молились, услышал Бог и вложил в сердца правительствующих такое разумение. Надо поднимать вверх аппараты, и просто сидят люди и смотрят камеры, видеонаблюдения ночные и смотрят все вот злачные места. Вот здесь вот у нас по дороге промышленная, сейчас, кстати, вы знаете, что к этим домам подводка идет всякая, и дорога здесь будет, и хотят, типа, объездной сделать оттуда сразу и вот сюда. Ну, это такая предначальная, сейчас вот это убирают, тут рельсы все убирают, то есть будет такая двойная дорога хорошая, мощная. так что, и они тут случайно, видать, вывесили плакат, вот когда дома начали строить, и тут у них есть такой, такой, как ларек большой, и написано, как они, квартир-то, продажа, офис по продаже, по продаже квартир, вот здесь, и вывесили огромный плакат, и Марина сфотографировала, у меня телефон, телефон хороший, и я там все рассмотрел, значит, вот наша, вот верх этот, он как бы остается, тут как бы дома, да, 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 но, вот там все засыпается до приблизительно элеватора, то есть будет все засыпано, здесь будут идти дома, вот так вот они будут продолжаться, до элеватора, там дальше что-то, и по той стороне, там будет тоже идти дома, да, большие дома, многоэтажки, а вот тут, где засыпано будет все, здесь будут школы, детсады, я так понял, ну, такие какие-то заведения, видно, что обслуживающие вот эти дома, а там, где будет элеватор, там будет углублено, и там будет яхт, стоянка, яхты будут такие стоять, все такое красивое, да, ну, это я вам так приблизительно скажу, но они быстренько убрали этот плакат, потому что, да, люди-то, которые тут везде живут, они, и особенно вот там, там тоже люди живут, там всякие промышленные здания, естественно, что все это надо будет как-то захватывать, рейдерскими захватами не захватишь, поэтому, вот, и, и поэтому охрана у нас, я про дроны начал, охрана совершается у нас очень хорошо, здесь по улице везде Росгвардия всегда находится, около элеватора они, здесь вот они постоянно курсируют, вот тут музей около Марины Геннадьевны, там постоянно, и один раз я к ним обратился, увидел, что пацанята заходят вот напротив, я там Марину жду, когда приезжаю за ней, и они туда, а там нету, помещение пустует, и туда эти молодежь, идут, идут вот так вот, раз-раз оглянутся, а я иной раз, прямо около этой двери стою, не могу понять, зеркало, что-то раз прям, мелькнет, я так не пойму, думаю, что там такое, повернусь, нету ничего, а они потихонечку в эту дверь заходят, я поехал к росгвардейцам, они вот здесь вот, у нас, на, короче, это, алтайской, около алтайской правды, это, вот там где, ну через дорогу, только сюда ближе, прямо по этой же дороге, я туда к ним зашел, они мне сказали, я подошел к этим, они говорят, туда обратитесь, я туда обратился, записали меня, все, и я рассказал, в чем это состоит, вот мое, я говорю, сейчас молодежь, непонятно, чем они там занимаются, здание огромное, пустует, я говорю, чем они там занимаются, причем, они хорошо одеты, да, а сейчас эти закладки делают, знаете, да, ну, то есть этим занимаются, и их много арестовывают, особенно, вот, которые приезжают к нам учиться, они приезжают учиться, больше, как, вот это, наркотики распространять, там деньги зарабатываются быстрее, и поэтому у нас, вот эта Росгвардия, она сейчас подготовлена очень сильно, так что, Игорь Тихонович, ваши молитвы даром не пропали, и кто хочет поинтересоваться, я просто один раз видел, как запускают этот дрон, я сам не знал, что прямо у меня над окном дрон висит, да, там их два даже, там один, второй, там еще, видать, есть, просто их уже плохо видно, запускаются вечером, я его в сумерках увидел, как дрон поднимается, у нас там большая автомобильная стоянка, оттуда один дрон, оттуда запустили, а другой висит там, ближе к железнодорожному вокзалу, я так понимаю, целая сеть уже дронов, просто прокинута, и все, а что тратить деньги-то, ездить там и так далее, когда вот и ты все видишь, кто куда и зачем, а он сколько может висеть там, занят обоих батареи, сколько? Сейчас вся война происходит на дронах, сейчас дроны есть, которые по 30 часов летают, высматривают, это разведочные, а которые боевые, там ланцеты, ну там, 5 часов, это за глаза, ему задача только долететь, и бомбануть, и все, там полчаса хватит, и они побольше летают, побольше, побольше легко устраиваются, так что, Игнатий Иванович, успокойте сердце ваше, молитесь, конечно, на всякий случай, охрана есть, потому что сейчас уже, видите, придумали какие, уже подводные бомбы придумали, то были катера, вот такие, потом утоплены, притоплены, а теперь уже, говорят, напали на наши старейшевые корабли, уже подводные, так что, как говорится, враг не дремлет, сатана, он все больше людям дает, на сердце полагает, чтобы готовили оружие, все, 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 коварней и злоснее, так что, хорошо, что вы приехали, слава Богу, еще раз увидели вас, надеемся, помоги Христосу, помоги Христосу, ну, а книги, они, дай Бог, чтобы там кто-то прочитал и дошло до него, а книги обретают свою, можно сказать, даже самостоятельную жизнь, я не умру, дома уйдут, все уйдут, это останется, я когда был в Дании, там женщина, она, как библиотекарь, трудный язык, я три года тут пока жила, и только книги расписались, она говорит, вот трехэтажное здание, это, она назвала, Королевская библиотека, сегодня там они книгу будут, то есть, враги желали бы изъять, они это пытались, когда приходит, батюшка, тут семинаристы, мы хотели бы, вот учите здесь, то есть, взять, и говорят, берут книги и сжигают, по сегодняшний день, ни разу нигде не показали, что сжигают, а показали, что они взяли, постарались, ну, там, открыто говорится, все, что у нас делается, о православии, как избавиться, я когда говорил, там, про Коди, главное, не стихи, я ни разу, нигде не смотрел, вот это важная личность, я прямо говорю, вот этот митрополит, вот этот патриарх, вот этот старообрядческий, тоже митрополит, и вот им задают вопросы, вопросы, ответы, ответы правильные дают, примерно 9%, только правильные, одинаково все, почему, они опираются на Слово Божие, а раз мы пекли Слово Божие, это ответ не от Бога, так что я сказала, Лене, вот Елена Валерьевна, с ней обменивайте, а к ней подходите, не между собой обменяйте, но если она скажет, поменяйтесь между собой, тогда так, она уже хозяин этих книг, она библиотекарная, спасибо Христос за доверие, потому что теперь стихи, я еще потерять не знал, рекомендация, как в библиотеке, пусть распишутся, что вот взяли, да, обязательно сделают, какого-то числа, какой-то тон, два месяца ровно, книги очень и очень нужны будут потом, потом сказать, я не граварин, помню, всякое, да, если не ошибаюсь, считаются одним из гениальных, одних из самых гениальных изобретений человечества, после колеса, ну, может быть, это более, даже выше, чем колесо, попробуйте назвать еще какое-то изобретение, которое можно поставить в один ряд, колесо, книга, дальше что еще, можно там называть электричество, нефть, нет, это все временное, дело в том, что, скажем, колесо используется в любую эпоху, при любом императоре, при любых экономических условиях, в любой технике, колесо невозможно куда-то исключить, книга, тоже, это часть нашей жизни, без нее, можно сказать, не было бы вообще человека, как человека разумного, я просчитал, что из животных больше всего повлияло на историю лошадь, если бы ни она, не было бы воин, и не было бы буденного, никого не было, лошадь, ни корова, ни собака, хотя собака приручена была первое животное, считается. Бетон, цемент, ну, римляне, скажем, брали свой цемент с везуи, это был пепел, ну, они его научились использовать, а уж в 19 веке начали его искусственно, но, тем не менее, до изобретения цемента все-таки строили Москва, глина была, ну, глина, да, там разные известняки, а, ну-ка, из камня, ну, да, историю, как известно, пишут победители, поэтому мы все знаем о древних греках и ничего не знаем о древних персах, нашу русскую историю мы тоже знаем, благодаря литописцу Нестору, если бы Нестор ничего не написал, мы бы вряд ли может что-то знали бы про Олега или князя Игоря, которые были совсем не русские, да, но, тем не менее, а вот Нестор нам передал, слава Богу, а что было до того, мы можем только гадать, где-то в других источниках искать, вот сейчас Игнать Тихонович книги вот так трепетно достает, как дитя, я его понимаю, я сам книголюб, то есть я смотрю, вот наконец-то появилась, родилась, как вот мамуля своего дитя держит, наконец, новорожденная, наконец дождалась, появилась чада на свет, Игнать Тихоновича тоже чада появилась, вот оно, у меня сразу проплывают произведения, где, о книгах, многие писатели пишут, как говорится, о себе, самих любимых, как они пишут книги, мне сразу вспомнился известный роман Герберта Уэллса, помните, человек, Машина времени, вот этот путешественник во времени умчался в будущее, и первое, что он там, покажите мне книги, то есть смотрит, какая-то цивилизация непонятная совершенно, какие-то люди аморфные, бездеятельные, просто вот сидят и ничего не делают, покажите, у вас книги есть или нет, они, что такое книги, а, один вспомнил, да, есть, вот там, иди посмотри, он забежал, точно, книги на полках стоят, это библиотека, хватит книги, а там труха одна, прошли века, уже от книг остался просто пепел, он одну книгу берет, они в руках рассыпаются, вторую берет, все рассыпается, нету книг, человечество погибло, книг нету, вот именно бумажных книг, сейчас появились книги электронные, пожалуйста, можешь скачать, ну, мы об этом уже говорили, свет отключили, и нет электронной книги, бумажная книга всегда, ее можно с собой взять, где-то присесть в уголочке, почитать, другое произведение, мне вдруг вспомнилось, уже давным-давно, когда я был молодым и неверующим, в журнале техника молодежи, прочитал рассказик небольшой, тоже писатель, очень, очень хотел издать свою книгу, старался, писал, но никак у него не получалось, и тут вдруг ему знакомый, опять машина времени, я, говорит, машину времени изобрел, хочешь в будущее слетать, посмотришь, что написал, да, полетел он в будущее, смотрит, его книга издана, его фамилия, название книги, он открыл эти хрусткие корочки, ой, какое счастье свою книгу держать, и вдруг смотрит, инициалы, не его, фамилия его, инициалы не те, раскрывает, читает, а это его сын книгу написал, он домой убитый вернулся, и жене говорит, нам надо подумать о ребенке, а она-то боялась ему это сказать, ну и в завершении о книгах, притчах, в миру это называются анекдоты, но бывают такие, скажем, анекдоты, поучительные, так вот, были два человека, писатели-разбойник, и оба умерли, и оба попали в ад, и вот они, бедные, горят там, мучаются, ну в котле, на сковородке, неважно, но у писателя, такой слабенький огонь, у разбойника, просто, ну адский огонь, кричит, спасения нету, а без-то ему подкидывают, горит, сгореть не может, в общем, вечные мучения, а писатель думает, ну хорошо, я хоть это, хорошо попал, но время проходит, смотрит, а у разбойника, что-то огонь стал гаснуть, как-то потише, вода уже, вроде помягче, не так жжет его, а у писателя, наоборот, огонь прибавляется, все, горячее, горячее, уж закипел, э, э, чеки, вы что делаете, ну, не ж горячо, и говорит, успокойся, родной, дело в том, что разбойнику, уже все грехи простили на земле, те, кому он нагрешил, так что, ему теперь, полегче будет, а вот ты, писака, написал такого, что люди сейчас читать это начали, так что, извини, гори и мучайся, так что, и после нашей жизни, когда мы уйдем отсюда, то, что мы оставим, будет иметь огромное значение, Игнатих Ильич правильно говорит, это будет жить после меня, после Игнатих Ильича, конечно, он это называет, дальнобойной артиллерией, очень дальнобойной, хотя, я тоже, помню, уже говорил, я пришел через книги, для меня это было не дальнобойное, для меня это было просто выстрел в упор, я когда увидел, мне сказали, что человек книги пишет, ого, все, для меня это было все, это рассказал брат, басню Крылова Ивана Андреевича, называется она как, писатель и разбойник, все правильно, потому что, нет, солнце не заходило ни разу, чтобы по твоим книгам, разврату всего не научились люди, а то, родные умерли, никого нету, обид нету, так, теперь, вот кто понимает близко, когда я занятия вели в университете, 13 тонн пришел, и как-то получилось, я его принес, и один человек только подошел, плотную, Любовь Николаевна Потеева, Архипова она бывшая, и говорит, как я рада, я вижу, как вы рады, что, чтобы книгу одну хотел получить, в жизни, это годы уходят, и вы в жизни это получили, так, это не одна книга, речь идет, 42, на переизданную уже, вот, в Кристовом Православии был один экземпляр, тысяча, второй, третий, а сейчас 5 тысяч, видишь как, и вот, люди, некоторые понимают это, это очень непросто, вот мы прислушались к этим, какие картины, и какая надпись, я все заменил, а человек мало знакомый, я еще с ним должен рассчитаться, за совет, и мы сделали, как он сказали, кроме последней, вот этого вот, ну, к нашим делам, вот так руками, старайся не держать, потому что потовые железы, отпечаток дают, да вы вообще пока положите, так, вы что, давайте расходи, если ничего нет, где у нас сегодня, Никор Андреевич, о болячеке, сейчас поколимся, кто у нас по здравоохранению, министр здравоохранения, кто, Юля, скажешь что-нибудь, Никор Андреевич, где сегодня, никто не знает, один монах, все время говорил, я грешный, супер грешный, настоятель, вот так однажды, обед дали, звонок, настоятель, вот так, руку в косяк, усер, все идут, а ты куда идешь, да я самый грешный, говорил, да я так, а куда идешь, так на обед, а чем я хуже других, да нет, это не допустили, уже не черничку, уже, а до этого я пес, пес смердящий, себя так клеймил, монах, а другой пришел, только сидит за книгами, считает, работает, все, он считает, ему интересно, на обед, настоятель у вас, она говорит, откуда идешь, у нас не кормят таких, ты духовный, так ты и так проживешь, так, ну давайте я буду тогда, болящих, я понял, все, пошли, болейся, болячих, 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 болячих у нас, Любовь Петровна, так же болеет, Надежда, Николай ухаживает за ней, так, Надежда Васильевна, ходит сама, так что, что, болящее, здоровое, Валентина, сестра приехала, у нее все нормально, Виктор Андреевич, ну не пришел, по причине узнаем какой, помолимся за него, он болящий, сам по себе, у него сердце, батюшка, поездки, в субботу будет здесь, позвонил вчера, и они, они говорили, ну ее так, как здесь нет, через молитвенную поддержку, сказали, чтобы о ней помолились, но она болящая, как всегда, как Любовь Петровна и другие, да, Никита, о котором молились, чтобы Господь его сохранил, там и так далее, он сейчас на подрывке, еще будет целую неделю, наверное, и потом обратно, куда непонятно, так что молитвы ваши, они достигли цели, все хорошо. Так, на минутку, минутку, кто за съездит, Антонина Севастяна, также точно молящая, она просила забрать книги Ильнатия Тихонича, заберем, хорошо, заберем, все, Господу славу, воики веков, молимся, достойно есть я, кого истину, блажите, Тя Богородица, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплебенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца, священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем, и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия авва отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воззляния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир, охраняющий Его, как здесь ждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. И мы называем о незаповедавших. Кому мы возвестили? Когда они услышали о Тебе, коснись их сердец, положи им твердо поверить в то, что примирение с Тобой возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Говори, Господи, вы говори. Кто хочет печь? Спаси Христос. Кто хочет печь? Типа христос. Говори,.